Клиника ВГМУ Клиника ВГМУ создана 10 марта 2003 года при Витебском государственном медицинском университете. Здесь консультируют ведущие, доценты и профессора медицинского университета. Проводятся медицинские осмотры, работает качественная клиника-диагностическая лаборатория, отделение функциональной диагностики, стоматологический кабинет. С 2007 года открыто и успешно функционирует отделение пластической хирургии и косметологии. Благодаря проведенной модернизации сотрудники отделения пластической хирургии и косметологии выполняют широкий спектр пластических эстетических операций в современных, оборудованных по самым высоким медицинским стандартам операционных, на новом технологичном оборудовании, в том числе с применением лазерных методик, технологий для лечения заболеваний вен нижних конечностей. Варикозная болезнь нижних конечностей является распространенным заболеванием. Это настоящий бич современности. По статистике, каждая вторая женщина и каждый четвертый мужчина страдают той или иной формой варикозной болезни нижних конечностей. К сожалению, с каждым годом болезнь молодеет. В отделении пластической хирургии и косметологии клиники ВГМУ применяются современные методы диагностики и лечения варикозной болезни. Одним из направлений развития отделения пластической хирургии и косметологии клиники ВГМУ является направление флебологии. В отделении можно получить консультацию врача-специалиста, врача-флеболога, провести ультразвуковое исследование сосудов. Именно ультразвуковое исследование сосудов является золотым стандартом диагностики венозной патологии на данный момент времени. В зависимости от установленного диагноза, стадии и формы заболевания вырабатывается план дальнейшего лечения. При ранних стадиях развития варикозной болезни мы используем консервативные методы лечения. Одним из таких методов является склеротерапия. Это безоперационный метод удаления варикозно-расширенных вен. В случае показаний для оперативного лечения мы выбираем вид и объем этого вмешательства. Но одним из новых современных методов лечения, который применяется в клинике ВГМУ, является эндовенозная лазерная коагуляция вен и минифлебоктомии. Почему мы выбираем этот метод и почему его любят пациенты? Потому что они переносят его хорошо, они могут уйти после операции в течение одного часа и находиться в домашних условиях. Они практически не используют обезболивающие препараты в течение первых суток. И легче протекает реабилитация в сравнении с открытой обычной флебоктомией. В послеоперационном периоде пациенты приходят к нам на перевязки в удобное для пациента время в клинику ВГМУ. Мы проводим контрольно-ультразвуковое исследование и контрольный осмотр врача. В настоящее время каждый пациент с венозной патологией может получить высоко квалифицированную медицинскую помощь в клинике ВГМУ. Клиника ВГМУ – это надежный помощник вашему здоровью. Попасть на прием к специалисту и получить квалифицированную медицинскую помощь можно по адресу город Витебск, проспект Победы, 20. Начало апреля – горячая пора для витебских предпринимателей. В это время члены Общественного объединения Ассоциация нанимателей и предпринимателей Витебской области подытоживают работу за предыдущий год, планируют дела на будущее, вырабатывают цели и принципы деятельности в условиях продиктованных ситуаций в экономике. 2016 год представители малого и среднего бизнеса сочли во многом успешным и результативным, насыщенным проектами, значительно повлиявшими на развитие предпринимательства. За прошедший год ряд вопросов было решено в плане преодоления тех трудностей, которые возникали в членах нашей ассоциации. Появились новые члены, появились какие-то новые обозначенные кластеры, реализованы ряд проектов по развитию деятельности ассоциации. Ну и, несомненно, то, что пришла к нам молодежь, она принесла новые идеи, новые какие-то обозначила свои стремления в бизнесе. Это будет способствовать развитию и ассоциации, и в целом города Витебска, на мой взгляд. В этом году в поддержку предпринимательства работа с членами ассоциации велась по отраслевому признаку. Это и круглые столы, и образовательные семинары, и тренинги. Постоянно работает Клуб молодых предпринимателей, отдел адвокаси, который планомерно и системно разрабатывает планы и документы по улучшению предпринимательского климата в целом. В офисе исполнительной дирекции с этого года работает юрист-консультант, утверждена и функционирует пресс-служба ассоциации. Особенность прошедшего года – пополнение ассоциации инициативными, деятельными и энергичными предпринимателями. В единстве – сила, одна на всех радость побед, общими становятся проблемы, совместно решаются трудные вопросы и ситуации. Сегодня в нашей более чем 20-летней истории организации Ассоциация нанимателей и предпринимателей Витебской области ежегодный праздник. Он бывает раз в году. Мы подводим итоги своей деятельности за период, который прошел с 1 апреля прошлого года по 1 апреля этого года. Организация растет. За этот период 13 человек вступило в нашу организацию, причем вступили люди очень интересные, очень своеобразные, креативные. Те, кто верит в частный бизнес, те, кто хотят, чтобы частный бизнес в экономике развивался. Конечно, многое сделано за этот период. Многое мы сделали и для членов Ассоциации, и для того, чтобы законодательство каким-то образом было более лояльно к частному бизнесу. Но еще больше предстоит сделать. Наша основная деятельность направлена прежде всего на продвижение интересов наших членов. Вот 4 человека обращались в Ассоциацию с конкретными просьбами, с конкретными делами. А с одним человеком, который попал в беду, пришлось применить все, что мы можем, начиная от передач по национальному телевидению и кончая обращение в Генеральную прокуратуру. И мы действительно человеку помогли. И он очень благодарен организации. Сегодня мы бета-дожим свою работу. Сегодня мы определим новые направления. Тем более, что обстановка очень в экономике сложная. А малый и средний бизнес, основа нашей организации, объявлен одним из приоритетных направлений в решении социально-экономических задач. Поэтому перед нами очень большой фронт работы. Но и сделать предстоит еще больше. Одна из важнейших задач на ближайшую перспективу – выработка вопросов, способных повлиять на законодательство для улучшения предпринимательского климата в регионе и в стране. Президент определил, что снижение на бизнес должно произойти. Это однозначно и, скажем, не символически, а конкретно. Поэтому сейчас, что предстоит нам сделать, это аккумулировать те вопросы и те, ну, скажем, задачи, которые мы должны поставить. Это буквально нужно сделать максимум до мая месяца. Это дано через облсполком такое задание, чтобы мы сейчас саккумулировали те предложения, где нужно снизить те налоговые нагрузки, требования каких-то СТБ и так далее для малого бизнеса. И в целом для бизнеса. Поэтому вот наша задача Ассоциации – это все саккумулировать, чтобы это не шло от одной организации, чтобы это были, ну, скажем, вопросы, обобщенные в целом всего бизнеса. И малого, и среднего, и дать вовремя в рабочую группу, которая создана президентом. В Ассоциации много внимания уделяется и вопросу развития женского предпринимательства. В этом направлении ответственность на себя возложил женский клуб. Как результат его годовой работы – высокая оценка Совета Ассоциации. Ассоциация помогает нам развивать свой бизнес, помогает совершенствоваться в этом бизнесе, помогает осваивать какие-то новые вершины. Мы делимся опытом друг с другом, мы поддерживаем друг друга во всех отношениях. Кроме того, при Ассоциации у нас создано очень любимое мной подразделение, как еще клуб женщин. Клуб женщин – это правильное название. Действительно, клуб женщин – это то, что для души, то, что согревает, то, что помогает, где мы уже все стали близкими людьми и подругами. Обсуждаем там и деловые вопросы, и просто очень хорошо с пользой проводим время. Всякие женские свои проблемы, в том числе и как быть красивой перед весной, и как быть стройной, как правильно питаться, как за собой ухаживать, как одеваться. Мы приглашаем стилистов. Я считаю, что заслуга Ассоциации – это прежде всего в том, что мы едины действительно. Мы можем влиять очень серьезно, может, даже на политику в плане развития бизнеса в нашей стране и в нашей области. К нам прислушиваются, и это важно. Ну и кроме того, мы черпаем силы в общении, что очень приятно. У нас очень хорошая информационная поддержка, очень хороший сайт в Ассоциации. Мы можем про каждого узнать, про то, чем он живет, какой у него бизнес, получая регулярно рассылку. То есть мы все время, вот каждый день мы живем и знаем, чем живет Ассоциация. И это очень важно, и действительно, что в единстве наша сила. В рамках собрания были и награждения дипломами особо активных членов Ассоциации, а также шоу-программы от лауреатов и победителей республиканских конкурсов, коллективов Дворца творчества «Наследие». Ежегодное общее собрание предпринимателей региона успешно завершилось, еще раз доказав, какая сила есть в единстве. Сосновый бор – живописный берег реки, окрестности с уникальной историей. И все это из окна вашей квартиры. Причем квартиры, построенные по эталонам самых современных технологий, из-за чего проживание в ней максимально комфортно, удобно и безопасно. Это реально? Общество с ограниченной ответственностью ВТП, компания по строительству качественно нового жилья в Беларуси, сделало это реальностью, предлагая квартиры в новом монолитном пятиэтажном 40-квартирном жилом доме в поселке Лужесно Мазаловского сельсовета Витебского района. Поселок с городскими привилегиями. Здесь имеются все возможности для качественной жизни. Магазины, аптека, почта, аграрный колледж Витебской государственной академии ветеринарной медицины, Лужеснянская базовая школа, детский сад, Витебское кадетское училище, на территории которого находится спортивный комплекс, удивительной красоты дендропарк Лужеснянского сельскохозяйственного техникума, памятник природы областного значения. Технологии, внедренные при строительстве монолитного 40-квартирного дома в Лужесно, имеют ряд преимуществ. Все квартиры в нашем доме повышенных потребительских качеств. В них сочетается как идеальная гладкость поверхностей внутренних цементно-стружечных плит, так и высокие тепло- и звукоизоляционные свойства наружных пенополистирольных плит. Все это позволяет покупателям существенно уменьшить расходы как по внутренней отделке помещений, так и по утеплению наружных стен дома. Неоспоримым плюсом наших квартир является повышенная теплоизоляция. В нашем доме отсутствуют мостики холода. Это такие элементы конструкции дома, которые обладают повышенной теплопроводимостью и зачастую являются причиной возникновения плесени, конденсата, сырости и увеличением затрат на отопление. Так вот, в нашем доме их нет. А улучшение характеристик звукоизоляции мы постарались добиться как конструктивными решениями, то есть погашением звуковой волны при прохождении через многослойные ограждающие конструкции, так и укладкой полифлекса толщиной 10 мм по всей площади пола и укладкой минераловатной плиты по периметру помещений. Помимо повышенной теплой звукоизоляции, у нашего дома есть еще ряд преимуществ, которые касаются внутренней отделки помещений. К ней вы можете приступить практически сразу, как только получите ключи. Дело в том, что наш дом не дает усадку, поскольку нагрузка на стенах осуществляется равномерно, ни трещин, ни деформаций быть не может. Плюс еще ко всему это наличие внутренних цементных стружечных пир. Во-первых, они очень гладкие, что существенно сэкономит ваши средства при их отделке. Ну и во-вторых, мы можем избежать опять же тех же пресловутых трещин либо деформаций стены. Еще существенный плюс в том, что внутри можно осуществлять любую перепланировку квартиры, поскольку стены здесь не являются несущими. Балконы же в нашем доме напоминают веранды. И по форме, и по размеру они отличаются от уже привычных нам. Дело в том, что площадь их составляет 6, а в некоторых квартирах целых 7 квадратных метров, что позволяет владельцам не только устроить здесь летнюю столовую, но и организовать места для хранения, тем самым освободив площадь жилых комнат от шкафов и комодов. А приобрести квартиры в нашем доме вы можете, заключив договор с обществом с ограниченной ответственностью ВТП и полностью оплатив квартиру, либо оплатив 50% заключить рассрочку от застройщика от 6 месяцев до 2 лет, а также воспользовавшись кредитными программами различных банков. Став владельцем квартиры в Ложесно, вы получите городской комфорт в чистой природной зоне на берегу реки, вдали от шума и интенсивного движения городского транспорта. По вопросам приобретения квартиры в новом доме в поселке Ложесно Витебского района Обращайтесь в общество с ограниченной ответственностью ВТП по телефону 66 4147 Дополнительная информация на сайте втп.бай